Номер, пломба, всё опломбировано. Под охраной в грузовике с терморегуляцией. Так в Пензу и Санкт-Петербурга пребывает тишина. Самое громкое живописное событие этого года в регионе. Работа Исаака Левитана в музее одной картины доставлена из русского музея. У специального ящика со множеством обозначений сначала отвинчивают шурупы, затем снимают многослойную упаковку, полотно переносят в выставочный зал. И только теперь на шедевр можно взглянуть. Так, явление Левитана на поводу. Ура, аплодисменты! В этой работе типичные для Левитана не яркие краски. Сельская природа, так привычная русскому глазу. До того, как картина займёт своё новое место по миллиметру, со специальным светом её изучают научные работники Пензы и Русского музея. Важно описать каждый мазок, любую неровность. Ведь наше учреждение культуры принимает шедевр на ответственное хранение. Ага, маски. Ага, да, ну слава богу, а то я прямо испугалась. В порядке. А вот, а вот, посмотрите. Эта картина последние 10 лет находилась в экспозиции Государственного русского музея. То есть мы можем говорить, что эта картина не из фондов русского музея, а из экспозиции. Совершенно уникальная работа, относящаяся к позднему периоду творчества художника. Как говорят организаторы, путь этой картины в Пензу занял несколько лет. И только теперь сошлись два важнейших обстоятельства. В Русском музее сняты принципиальные ограничения. А в Пензенской области на проект выделены дополнительные средства. Открывался музей одной картины, демонстрация Исурикова, взятие снежной крепости из фондов русского музея. Был 1983 год. 39 лет прошло. И вот 39 лет в феврале исполнится. И опять из русского музея прибыл нам полотно другого великого выдающегося русского художника. 20 лет вообще музейной картины не экспонировались полотна из других музеев. Параллельно для картины Левитана готовят раму. Затем работу будут аккуратно выдружать на пока пустующее место. Пензенцы смогут увидеть тишину с 22 ноября. Домом музей одной картины для шедевра художника-передвижника станет на целый год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова